Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И потом попробую развернуто ответить на вопрос этого человека Ну, на просьбу Так вот, скринсон называется Странствие поизнанке дивергенция Как долго нужно идти, прежде чем ноги затрутся в кровь, а в голове останется лишь звук верещащих нервных окончаний? На этот вопрос я отвечаю себе каждый день, как ступаю на путь познания И пусть мне предстоит пройти многие мили, прежде чем я получу хотя бы крупицу истинного знания Поверьте мне, поверьте мне, оно того стоит Каждая крупица пребывает внутри меня, словно песок в часах и складывается в прекрасную картину, оценить которую могу один лишь я И божество внутри меня Оно созревает, как плод внутри И отдается теплом на дне моего гипоталамуса Заменяя инстинкты на осознанное делание В последнем ушел инстинкт самосохранения Это очень опасно Больше не осталось ничего, чтобы удерживало меня от непрерывного, но упорного движения к сакральному источнику премудрости И спить из коего дано лишь самым алчущим Единственное, что заботит меня, так это необратимость последствий Эта предрешенность лишает меня единственного, чем я дорожил в предыдущей жизни, а именно правом выбора Но не время ностальгировать о прошлом Настал час решать, как далеко я смогу зайти, прежде чем механизм остановится и тело мое превратится в груду дымящегося шлака Ведь душа без оболочки слаба и беспомощна, как краб без панциря Она является вместилищем памяти предыдущих воплощений, предыдущего опыта Да, основная моя задача сейчас найти ключ к хроникам и познать все прошлые воплощения без ущерба для моего мозга Осознанные сновидения и всевозможные скринсоны, к сожалению, дают лишь мимолетные эффекты Со советом я обратился к воплощению пустоты и получил следующий ответ Ответ был пространным Только собрав кусочки своей личности в одно и очистив весь внутренний порог Так, чтобы осталась только пустота вечности, ты сможешь вместить порождения свои Сказало оно Загадка не так уж и сложна, но ответ заставляет мое эго трепетать от страха Необходимо найти способ иного пробуждения, не столь болезненный для моего я Возможно, если мне удастся расщепить свое эго Возможным станет поместить по одному воплощению в каждый кусочек А потом сквозь призму собрать все интересующие знания в новую личность идеального предвечного Но это очень опасно Ибо то, что раздроблено на множество, непросто собрать воедино Вот такой короткий скринсон, более, скажем, записка Кстати, прошу, если кто-нибудь имел так же, как и я, подобный опыт И остался жив, конечно, после этого Поделиться им со мной в комментариях Так вот Вот это, скажем так, тактика, которую я применил когда-то Чтобы впитать в себя как можно больше всевозможного опыта своих предыдущих воплощений Естественно, сам скринсон зашифрован вам Мальчики и девочки придется немножко постараться Немножко поднапречься Чтобы полностью раскрыть все техники, которые я указал в нем Ну, в конечном итоге мы же не в детском саду И не буду же я разжевывать вам каждый кусочек, да Этой головоломки Раскрывать Все-таки мы оккультный орден Так вот Отвечая на просьбу о том, чтобы рассказать О более безопасных практиках Дорогие мои Вот это и есть наиболее безопасная практика Чтобы окончательно не сойти с ума И не уничтожить полностью свое эго Скажем так, на ранних этапах То есть я хочу сказать То, что сам путь, который избирает для себя хаосит Он приведет его в антивселенную К вратам антивселенной И потом дальше непосредственно произойдет слияние С этой первородной антиматерией О каких безопасных практиках может идти речь? Единственное, что я могу вам подсказать Так это то, как сделать это более эффективно И не облажаться на ранних этапах Так, чтобы вы хотя бы без потерь Ощутимых смогли добраться до самих врат Дальше уже все будет зависеть от вас От вашей воли Насколько она сильна Чтобы раствориться в антиматерии То есть вот этот, допустим, конкретно опыт Вкратце, опять-таки же в двух словах Я поясню и не буду разжевывать Говорит о том, что необходимо Прибегнуть к размножению своей личности То есть к дивергенции своего эго Так, чтобы в последующем При помощи тоже определенных практик и технологий Вместить в каждое из множества Опыт всех своих предыдущих перерождений И затем уже, опять-таки же, неимоверными усилиями Воли забрать это воедино Сделав перед этим выжимку И получив кристально чистый нектар знаний Тысяч и тысяч ваших предыдущих перерождений Может быть не тысяч, а сотен У каждого, скажем так, свой КПД накопился Так вот, это одно из самых безопасных Что может вас ожидать на пути К вратам в вечность Или, точнее, не в вечность А в вечное несуществование Что будет там? Даже я не могу ответить на этот вопрос Будет ли продолжение? Или это будет просто вечный стазис В пустоте, да, в симбиозе с антиматерией Как одно эго Такое сверхбессознательное Так и множество тысячи расщепленных эго Тысячи голосов вопящих Истерящих в темноте Я тоже не могу ответить Но сама попытка Сам научный, скажем даже Практический интерес Любого психонавта И в первую очередь хаосита Подталкивает нас к тому Чтобы прийти к этим вратам Перейти порог И, наконец-то, распрощаться С этими чертовыми устоями Тысячелетней давности Которые давлели над нами На протяжении всей эволюции Рода человеческого Мы, а именно хаоситы Не имеем такой роскоши Как безопасным плюшевым образом Путем, да, добраться И тем более уже существовать В этой новой, скажем так, реальности По реальности за порогом Всех возможных реальностей Безопасно для себя С сохранением своего эго То есть, насколько далеко Вы хотите зайти И решать только вам И в первую очередь Если вы не хотите рисковать Если вы не хотите жертвовать Да, вот и То советую вам Просто остановиться прямо сейчас Еще раз Что ж, надеюсь В последующем я Все-таки превозмогу Все свои силы Смогу консолидировать Все свои проекты Более органичную структуру И более часто Разговаривать с вами Делиться своими мыслями О своих странствиях О изнанке дивергенции Что ж Всего хорошего И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok